здравствуйте это второй выпуск стрелковых новостей с вами иван косоротиков и сергей иванов и сегодня в выпуске новый псевдо травматический калибр 378 pt аншлаг на соревнованиях пущина проблемы и потенциал новых карабинов от молота а также огненные новинки от бенели россии вслед за псевдо нарезными патронами за алтаем за 345 появился новый уникальный калибр это 378 pt так называемые между собой мы его назвали псевдо травматический надо сказать что этот как бы травматический патрон почти не уступает калибру 9 на 19 на коротких и средних дистанциях по сути это пуля которая имеет большое содержание свинца они называют полимерной этой пули ну может быть это не резина не знаю в общем суть в том что обычные травматические пистолеты под этот патрон не подойдут никакие перегородки туда не подходят потому что пуля разрушается стволе и есть риск разрушения самого ствола таким образом в скором времени мы по травматической лицензии получим возможность покупать пистолеты участвовать с ними в соревнованиях с вот этим вот 378 pt скептически многие относились к владельцам травматических пистолетов а теперь оказывается вот сами сейчас пойдем за травматическими пистолетами производитель делает заявку федерацию практической стрельбе от допуски этого калибра к обычным нормальным пистолетным соревнованиям и возможно не так же как 345 калибр на международный уровень не будут допущены но внутри россии будут вполне распространены кстати сейчас по данным производителя чуть-чуть патрон не дотягивает до минимального фактора мощности и второе конечно эта цена потому что не менее 25 рублей нам сказали но опять же от объема будет зависеть и возможно что то мы получим более интересно на минувших годных в пущино прошли соревнования по практической стрельбе из ружья и они собрали неожиданно большое количество спортсменов более 100 человек я помню что на некоторых кубковых матчах матчах третьего уровня всероссийских уровнях и так далее собиралась по 60 70 человек а теперь на какое-то соревнование кубок московской области больше 100 человек и было бы еще больше но просто матч не резиновый они более того добавили дополнительный день и в него тоже зарегистрировалась куча людей на самый интересный нюанс в том что уже за месяц где-то до начала соревнования мест практически не было то есть там оставалось буквально два-три места вопрос с чего бы это такой дикий ажиотаж ну тем лучше значит люди соскучились по практической стрельбе по ружью и карантинные времена наверняка закончились ура ульяновский патронный завод объявил о начале своих собственных соревнований по карабину и пройдут они 4 апреля в ловчем это примечательно тем что обычно российские заводы которые занимаются нарезняком не сильно жалуют свои собственные российские соревнования поскольку признаем честно основной рынок это сша и огромное количество патронов продается туда так что молодцы ульяновцы молодцы что поддерживают российские соревнования и я надеюсь соревнования пройдут интересно 27 марта в патриоте прошел день открытых дверей федерации высокоточной стрельбы и помимо самого собрания членов федерации ответов на вопросы руководства федерации там был очень интересный момент федерация провела целый матч без единого выстрела использовался специальный стрелковый тренажер скат и то есть стрелки высокоточники отстреливались без выстрела по специальным мишеням и проводился зачет по результатам их вот этой вот стрельбы такой символической я честно скажу я конечно за них рад но я бы не хотел чтобы наши соревнования проходили таким образом ну признаем честно на самом деле они же не могли передавать оружие давать стрелять из мощных винтовок посторонним людям поэтому все было так ну лучше так чем ничего конечно но еще лучше стрелять патронами в том числе ульянского патронного завода необычные в каком смысле соревнования в том же ловчим по ружью и кпк то есть карабину пистолетного калибра в чем необычность дело в том что в одном матче стреляется и ружье и карабин хотя раньше на самом деле это было довольно частым явлением а сейчас она практически полностью исчезла все верно то есть на заре когда писсиси у нас только начиналось писсишники очень активно просились на ружейные матчи потому что стрелять было нечего но сейчас матчи которые заточены прям под карабин пистолетного калибра довольно много и смысла стрелять ружейные матчи нет наверное если только у тебя вот матч вот так вот под боком проходит в чем суть стреляя из карабина пистолетного калибра то есть ну достаточно дальнобойного оружия тебе приходится стрелять слишком ближние мишени 10-15 метров куча металла и стрельба вот туда вниз под 45 градусов это не так увлекательно как нормальный полот полноценный матч где у тебя от одного метра что в ружье невозможно поскольку ты можешь стрелять в картон и стрелять скажем на 150 метров это увлекательно куча всяких интересных движек очень писсиси в этом смысле удивляет и это самая быстро растущая дисциплина вообще в практической стрельбе в мире и россия не отстает у нас эти соревнования очень часто заполняются тоже под завязку кстати а 150 метров россии было в россии в том же ловчим уже третий раз мы упоминаем ловчим проходили соревнования где стрелки из карабина пистолетного калибра попадали в мишень на 300 метров вот это видео другим оружейным новостям это ппша от молот arms не путать с молотом обычным под калибры 345 и алтай псевдо нарезные патроны ну то есть можно теперь каждому будет купить себе ппша и даже участвовать соревнованиях поскольку тот же 345 калибр допущен на соревнования но соревнования наверное ты все-таки хватил а вот развлекательная стрельба и для любителей исторического оружия это интересный шанс и радует то что продолжается вообще история мультикалиберности то есть то что в тех время было в 9 на 19 345 например то есть теперь мы видим сразу и 345 и в алтае ну и опять же можно обратить внимание на то что производитель сразу делает ставку на оба таких псевдо нарезных калибра то есть у нас теперь два полноценных игрока на рынке огромное количество скепсиса было по поводу новых калибров сначала 366 потом 345 и так далее но скепсис изм рассеивается как утренний туман и оказывается что калибры действительно востребованы ну и сам молот тоже вышел на рынок с определенными новинками расскажи о них до в по 185 и 285 этот карабин вызывает определенные вопросы в плане безопасности по крайней мере мы видели в интернете отзывы что при закрытии затвора капсуль накалывается и происходит выстрел не тогда когда ты нажимаешь на спусковой крючок а когда ты просто досылаешь патрон в патронник но всегда нужно быть очень осторожным к отзывам в интернете потому что некоторые люди просто в каком-то порыве истерики могут написать неправду и всегда желательно проверить прежде чем делать какие-то далеко идущие заявления вместе с тем в любом случае когда что-то новое запускается не ждите что она будет идеальным ну хоть какую-то возможность нужно дать людям ошибаться потому что если боятся ошибок то у нас ничего никогда нового не появится тем не менее есть какие-то другие особенности скажем этих карабинов на к сожалению только для практической стрельбы для писи сид карабин на первый взгляд по крайней мере не очень подходит из-за сложности с его тюнингом с его доводки до спортивной кондиции там еще есть особенности ловер он пластиковый и разбивается при стрельбе то есть есть вероятность что это будет слабым звеном оружие но опять же наверно какую-то обкатку еще проходит вообще изначально это оружие разрабатывалось ну то есть то гражданская версия оружия которая разрабатывала для военных пистолет-пулемет гишевского он был изначально и в молоде разрабатывалось параллельно ещё несколько бросов том числе пистолет-пулемет мог rushen и вот пистолет пулемет макрушины был практически этом он сказать что больше похож на арку опер ловер с заменяемым цевьем но вот по какой-то причине руководство могут выбрала именно пистолет пулемета гишевского пустила его производства и еще на момент когда это оружие было пистолетом пулемета и проходило испытания для военнослужащих был выявлен ряд недостатков этого оружия в том числе у него очень высокий затвор то есть высокий центр массы не соосной стволу и говорят что при темповой стрельбе особенно при стрельбе очереди если мы говорим про пистолет-пулемет его очень сильно бросала то есть нас настолько сильно что это прям становилась с камнем прикровения таким можно предположить что если центр масс высоко не соос на стволу сам карабин легкий то это вызовет вот такие вот колебания ну что же в любом случае ребята пусть работают если у них все получится только нам будет лучше на прошлой неделе проскочила новая инициатива от единой россии по ограничению сроков хранения оружия в росгвардии и по его утилизации это с одной стороны наверное объяснимо потому что невозможно оружие хранить вечно и предлагается через год его хранения просто его утилизировать не продавать не передавать как-то не перерабатывать а утилизировать по сути уничтожать нам как людям оружейном всегда немножко обидно и грустно когда оружие делают больно с другой стороны единая россия американская тоже распускает свои щупальцы для того чтобы ограничить продажи патронов от тульского патронного завода барнаульского патронного завода и других оружейных производств туда к ним на запад и это возможно будет опять преодолено может быть и не получится может быть действительно наконец-то этот поток они прервут что будет крайне печально для всех нас потому что уничтожение или простой или убытки или закрытия этих патронных заводов ничего хорошего ни нашей оборонки не принесут ни гражданскому рынку самое обидное что скорее всего и на стоимость патронов на внутреннем рынке это никак не повлияет хоть и заводом некуда будет зарубежь их поставлять но там издержки уже не настолько низкие чтобы опускать цены вот того что ну хотя бы было перед новым годом может быть там повышение на те 15-20 процентов которые произошло и нивелируется но вот вряд ли это опустится но самые большие оптимисты думают что сейчас рынок тот закроют и они все обратят внимание на нас и начнут дешево и очень обширно делиться своими богатствами с нами но я практически уверен что ничего подобного не произойдет во первых так не работает экономика потому что им в любом случае нужны большие объемы что большое количество людей большое количество оборудования заточено под объемы здесь этих объемов не будет никогда печально это говорить но скорее всего нам стоит смириться уже с теми ценами на патроны которые установились после нового года цены растут на все это печально в том числе и наверное последние арки остались в охотники на головинском про которые я рассказывал на выставке я тогда сказал думаю какие дураки будут покупать 500 тысяч рублей за руку а теперь я думаю если это вообще последняя американская арка то покупатели на нее найдутся арки от daniel defense это наверное самые крутые американские арки и конечно интересно было бы сравнить ее с нашими русскими арками да кстати надеюсь что этой ситуации не будут пользоваться в альфа технологии стм техкрим которые выпускают арбатов курбатов да и повышать свою очередь цену то есть давайте пользоваться нашими дешевыми арками да даешь дешевые арки относительно дешевые нельзя заканчивать на грустной ноте из другого конца мира а точнее из италии к нам приедет два огненных ружья это ружья от бенели который очень дико запиленный под спорт на это м2 speed и нова speed и причем в отношении нова speed это вообще первое помповое ружье которое когда-либо с завода готовилась исключительно под практическую стрельбу там есть очень много разных деталей технических мы не будем вас загружать этими деталями но скажем что обещают что это будет очень быстрое ружье особенно помповое так что и не только в россии но и в европе производители оружия обращают внимание на практических стрелков а на этом у нас все будет обязательно и третий выпуск новостей а пока что не забудьте поставить лайк поделиться этим видео поддерживайте нас на патреоне пока счастливо а